Когда говорят о молитве за Израиль, многие люди подразумевают под этим разные вещи. Достаточно много верующих, которые увидели ясность в этом вопросе Слова Божьего. Потому что есть мало направлений молитвы, которые проходят практически через всю Библию так, как молитва за народ Израиля. И трудно было это не увидеть, хотя историческая церковь сознательно закрыла свои глаза в течение многих-многих столетий. Не допускала своим чаном их открыть на этот щекотливый вопрос. Слава Богу, мы живем в то время, когда ясность библейского подхода к этому вопросу не приведет нас ни на суд инквизиции, ни подвергнет нас церковной анафеме. Поэтому Библия есть у всех, и каждый может в ней разобраться. Достаточно вам взять симфонию и посмотреть, как часто говорит Слово Божие, причем это не только Старый Завет, но и Новый об этом вопросе. В то же время многие, кто теоретически понял важность в общем-то молиться за Израиль, они не знают, как это делать. Некоторые пытаются отдать дань этому Божьему призыву с помощью каких-то формальных процедур. Некоторые перелагают ответственных за это на специальных ходатай. Некоторые люди с облегчением воспринимают то, что в их динаминациях это не принято. Бог хочет пробиться к нашим сердцам. Он хочет, чтобы каждому из христиан стало больно, как больно его сердце. Об этой боли очень ясно говорит апостол Павел. Мы знаем, как Иисус говорил об этой боли за Израиль, за свой народ. Но сейчас я хочу напомнить о том, что сказано в 9 главе послания к римлянам с 1 стиха. Апостолам Павловым, раввинам Шаулиным. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Очень сильное подтверждение. Почему-то для Апостола было очень важно, для Духа Святого было очень важно подчеркнуть. Истину говорю во Христе, не лгу. Мало этого, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Пять доказательств в 1 стихе. О чем же это? Что же это такое настолько важное для Бога, для Духа Святого, для Апостола? Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братья моих, родных мне по плоти. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Ихи отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Здесь, в этих стихах, кратко, но очень глубоко переданное основание и необходимость с Божьей точки зрения для всех нас молитвы за спасение Божьего народа. Я не буду сейчас очень углубляться в это. И хочу привести еще одно местописание. Это из Первого Царства. Из 12 главы. Вы помните, когда Израиль потребовал себе царя, сообразуясь с обстоятельствами, а не с Божьим Словом. И Самуил был вынужден помазать им царя. Спустя время, настал черед Самуила показать народу, что за грех они совершили. И когда народ увидел, на самом деле, какой гнев у Бога они вызвали, поставив над собой царя. Самуил сказал им следующее. «Господь не оставит народа своего, даже совершающего грехи и отступления от него, ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха перед Господом, какого же греха, говорит Самуил, чтобы перестать молиться за вас. И буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Вот это пример и призыв ко всем Божьим служителям. Они не должны оставлять молитву за Израиль, если она уже была. И они должны возобновить ее, если до сих пор не было. Несмотря на грехи и отступления Божьего народа. Успеха вам на этом благодатном поприще. Пусть Бог Израиля благословит вас обильно. Шалом.